Девушки отдыхают 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 Вот так. Маем 4 кусочки сыра, маем 4 кусочки рыбки. Теперь мы берем помидор. Плодоножку вырезаем. Это тоже будет для начинки, да? Это будет для начинки. Я сказал, что рыба будет начинена помидором с сыром. И обжарена. Но, первое все, мы забыли, что сделать. Взять вот такую посолинку. В ней вот так. Можем рыбу тут сделать, взять и посолить. Все 4 кусочки мы посолим. Мариновать, или что? Так, мы ее замаринуем. Ну, сколько минут занимает приблизительно приготовление такой рыбы? Ой, такой рыбы, я думаю, ну, хвилин 10-12. Ну, 15, это уже будет потолок. Быстренько, это хорошо. Мы берем, я люблю замариновать так. Берем сель, скидаем рыбу сюда. Теперь берем вот так третий паприки. До нее. Возьмем перчик. Вот перчик. И дамо нашу коренью. Корень имбиря. Имбиря важно не дать богато. Он может перебить весь смак рыбы. Да ты что? Берем аккуратно цедру лимона. Цедру без белой части кожуры. Белая частина, герчить. Вот вам и секрет. Здесь тоже для аромата, да? О, да я представляю, как это все будет. Необыкновенная аромата. Так, теперь мы берем трешечку олії соняшникового. Можно оливку, кто любит. Замаринували. Мы взяли так аккуратно, вымешали ее. Перемешали. Мы забыли дать одну речь. Яку? Сок лимона. Так, а скільки треба? Сок лимона, я знаю, давай пів лимончика. Сюда выдавливай. Так, це ми зробили. Теперь мы беремось до оцих палочек. Беремо ми яйце, вибиваем его сюда. Нам потрібно буде сир. Я думаю, пів яйца, паприка. Попробуем сир, якщо він не дуже солений, його можуть чуть-чуть підсолити. І трішечка муки. Довольно просто получается. Цей рецепт дуже простий. Мені дуже подобається. Я робив його декілька разів. І знову же він получается під пивом. То есть, это мужчинам понравится точно. Ну, а понравится ли женщинам, узнаем, потому что мы сегодня попробуем. Мы даем вот так, я знаю, половинку яйца. И даем паприки. Паприку мы даем для смаку. И плюс, чтобы он был сейчас, как зажарился, он был такой коричнево-червоный. И для цвета, так? И для цвета, да. А почему пол яйца? Целое уже много было бы? Ты понимаешь, если дать целое яйцо, ему нужно будет дать много муки. И оно будет очень забитым. А мы хотим сделать, чтобы они были чисто сильные. Зрозуміло. То есть, нужно дать столько яйца, чтобы не было много форшного додавания? Да, чтобы не дать много борошна. В принципе, можно попробовать в домашних умовах також сделать. Взагалі яйца не дать. Просто сыр сами взбить и чуть-чуть додать. И тоже может получиться, да? До него муки, да. Так, теперь мы берем и додаем ложечку муки. А сколько, кстати, будет мариноваться рыба? Ну, пока мы замесим сырные палочки. Хвилин 10-8, как оно. Я сейчас забуду дать трешечку. Распушиваюча, потому что, ну, чтобы они были больше таки пухкиши. И действительно, благодаря паприке, вот уже заготовка для сырных палочек получилась такого приятного, веселого цвета. Тесто будет мягенькое-мягенькое. Вот так, чтобы оно было трошечки, как кажут, до рук не дуже липло. Ага. И они, ну, я их назвал палочками, но они получатся, как кораблики. Воно, трошки, воно, тесто же расплывется, потому что это же сыр. Он стопится. Но будет очень интересно. С кораблики тоже хорошо. Мы же будем с рыбой пай подавать. Игорь, это что, вино? Да. Вино. А зачем? Это вино для нашего соуса сырного. Ага. Вино нужно для того, чтобы сыр растопился. И мы сделаем вот такой соус, сырный соус с додаванием лучка, цебульки. Так, мы делаем вот так, берем, делаем на несколько частин. И вот так, ручками, делаем вот такие палочки. Пробуй. Не велички? Не велички. Раз. А, мы их жарить не будем, мы будем их печь. Не, это почему в духовке буквально деколька хвилин. Слушай, как хорошо. Потому что я пробовал их жарить колес. Угу. Воно классно получается, но сыр сам по себе жирный. Да. Плюс жир золи. То есть, чтобы их обжарить, нужно делать або в сухарях, або в кляре. Их тоже можно обжарить. А сыр в духовке, это отличная идея. Потому что и сырный вкус сохранится, и лишнего жира не добавится. Так, это мы ставим буквально на 5 хвилин. Мы будем за этим подивляться. У нас духовка разогрета до 200 градусов. А откуда такой оригинальный рецепт приготовления сырных палочек? Цей рецепт не только сырных палочек. Дело в том, что моя с сыром у меня связана и мой любимый мастер-шеф. О, да. Мясо в сыре. А он говорит, ну, как ты думаешь? В принципе, мы же сказали, сыр должен быть основным, а сыр должен быть главным. Как ты делаешь? Я встал и говорю, ну, поняла. Думаю, ну все, черный фартук мой. Ай-яй-яй. Долго я думал, что делать. Туда я взял, замесил тесто с сыром, туда мясо, в духовку и попал в кращу. Да, и в итоге стал финалистом первого сезона. Сегодня не пропустим очередной выпуск шоу Мастер-шеф. Что мы делаем с нашей рыбой? Так, мы теперь взбили яйца, у нас есть мука, у нас есть сухари. Так, мы взяли нашу рыбу, наливаем оливье. Теперь мы берем, пойдемте до наших палочек. Давай. Я думаю, им уже хватит. Готовы? Да, я думаю, что мы готовы. Мы их вытянем, нехай они остывают. Они сейчас делаются такими, как пластинки. Пять минут прошло, а сырные палочки уже готовы. Вот такого они хорошего кольца. Да, такие воздушные, кажется, получились. Так, они воздушные, за счет сыра, за счет мы чуть-чуть додали туда рыхлителя. Но его раздуло, они сейчас упустят, вот не будут такие полосочки. Берем муку и вот так аккуратно, спочатку в муку. Тут еще один секрет. Зараз, когда мы это обмокнемо в муку, в яйце, это называется так называемый двойный кляр. А секрет тут есть такой, когда ты ее поставила, ей надо чуть-чуть постоять, чтобы с верху корочка трешечки-трешечки подсохла. И когда ты будешь жарить, она не будет тебе разлезаться. Так. И не будет вылезаться, и будет, ну, будет очень классно. И таким образом у нас и рыбка останется целой, и вот та начинка, которая там внутри. И та начинка будет в середине. У нас же сегодня просто сырный день. Внутри маринованной рыбки сыр и помидор. У нас взагалі получается, эта рыбка на выгляд не... Та якби рыбку мицеленькую зафаршировала. Да, не догадаешься, что там есть в кармашке секретик. Мы маємо робити шо? Соус. У нас же еще и сырный соус будет. Нам требуем мягкий сыр, тоже натертый натертый. На крупную, на мелкую терку? На мелкую. Так, а я тем часом возьму цибульку. Мы цибульку не будем есть, мы даем ее для запаха. Ага. Так, дальше мы зараз будем ловиться до нашей рыбки. А рыбку жарима. Звычайным способом, аккуратно кладем ее. Чуть-чуть скручиваем наш. Как ты говорил, кляр чуть-чуть подсох и получается все очень аккуратно. Он не обсыпается. Там получается, что мука, яйца и сухаря, оно з'едналося. Тут у нас такую корочку. Тут мы можем використовувати, ну, надати можем любой смак. Мы можем додати, чтобы дать имя, можем додати кориандр, можем додати базилик, зробить в итальянском стиле. То есть, цей рецепт не имеет вот так и все. Можно фантазировать. Так, мы добавляем. Опа, вино пошло. А сухое столовое белое вино? Да, сухое столовое белое вино. И сколько ты линул туда? Грамм пятидесят. Угу. Так, теперь мы можем взять аккуратно вот на эту тарелочку. Тут цибульку выбрать и звезды. Лук уже сделал свое дело? Да, он дал нам запах, нам больше его не потребно. И чесничка я сюда кинул. Ты не бачила, коли? Ммм, зубчик? Да, зубчик чесника. Для того, чтобы оно стало... Аромат до меня долетает. И я понимаю, что там не только лук, но и чеснок. Ну, ты уже профессионал. Ой, что ты говоришь? Духовка разогрета до 200 градусов. 200 градусов. Мы берем за эту рыбку. Ставим в эту духовку. Вот так, аккуратненько. Ваш, двигатель, сырочек подкикает гарно. Закрываем. И дальше мы доготавливаем наш соус. Так, у нас есть в вершке. У нас есть сыр. Будем пробовать сыр цей растопите. А там у нас уже вино прогрелось. Да. Как раз для того, ты и говорил, добавляем вино, чтобы сыр хорошо разошелся, да? До дома в вершке, чтобы он был более жидкий. Ну, например, можно взять не только такие сыры, можно взять плавленый сырок. Да? Можно взять, ну, как он называется, при союзе он назывался янтар. Такий пластмассовый. Да, да. Вот, можно то, если взять, он больше такой, легче с ним працювать. Вот с этим трошки требует, как говорят, аккуратно, потому что он может подгореть. А как долго наша рыбка будет доготавливаться в духовке? Пять минут при температуре 200 градусов. Добавляем в вершке. На глаз. На глаз. Ну, чтобы нужная консистенция соуса была. Там, я думаю, граммов 100 сыра, 50 миллилитров вина и теперь сливки. А такой сырный соус можно сохранять или лучше сразу его есть? Я думаю, если три человека дома, сырный соус никогда не возьмется. Треба еще солим сюда. И знаешь, что я думаю, мы же рыбу ему, правильно? Так, рыбу ему. Значит, мы дадим еще лимонного соуса. А сливки не свернутся? Я думаю, что нет. Хоть можно добавить лимонник, есть такая трава. Да. Ну, уже мог бы быть. Теперь мы ему дадим, что он немного выкипил. Вот так. Должен еще выкипить немного, да? Можем чуть-чуть за гус. Будет трошки его за редким. Угу. О, я забыл сказать, что тут соус добрый додати. Сыр дурблю. Да ты что. Он дает такой запах. Такий смак. Так, все, соус наш готовый. Рыба-пай провела в духовке, разогретой до 200 градусов, 5 минут. Пора доставать? Да, будем доставать. Вау. Друзья, у деятельности сыр у нас вытек. Это рыба вообще, это от нас. Это рыба бесподобная. Теперь видно, что в рыбе есть сыр. Так. Рыба-пай приготовлена особым способом. Вы же помните, там внутри и помидоры, и сыр, и кляр особенный с секретом. Возьмем помидорку. Так. У нас же кроме рыбы еще и сырные палочки, и сырный соус. Так, одну рыбу, напевно, мы разрежем пополам, правда? Давай. Чтобы посмотреть, что там внутри. Дуже гармонетка. Ой, красиво выглядит. Вот она так поставлена. И сыр, и помидор видно. Теперь наши сырные палочки, сделаются наши сырные блинчики. Угу. Давай мы их вот так нарежем. Вот так. Ой, как сырные хлебцы будут. Да. Вот интересно, какая получилась консистенция у сырных палочек. Как будто пирожок из сыра испекли. Это благодаря тому, что сыр достаточно мягкий был, и еще здесь разрыхлитель. Да. Я надеюсь, вы запомнили этот рецепт, потому что получается так быстро их приготовить. И я уверена, что вкусно. Да. Детям точно понравится. Ну, детям ты можешь заменять чипсы элементарно. С сыром чипсы это... А если добавить паприки, або добавить пожаренный бекон, получится чипсы с беконом. И полезно. Но они будут сырные. Так это великолепная альтернатива чипсам. Мы знаем, как они вредны. А здесь, получается, сырные палочки мы даже не жарим, мы их в духовке приготовили. Очень быстро. У нас еще и сырный соус есть. У нас есть сырный соус. Дмитрийчики полеем вот так с краю, багато мы не будем. Вот скажу, бачите, у нас получился ряденький соус. Да. Вот так ловенько полеем. Ловная смачная. Рыба пай на срезе выглядит замечательно. Видно, что она фарширована и помидором, и сыром. И благодаря тому, что мы кляр использовали, так аккуратно все получилось. Начинка внутри. Так, начинка внутри. Рыба приготовилась, и видно, что она очень сочная. Действительно сочная. Знаешь, сейчас я сразу вспомнила, как только попробовала, что в маринад мы добавляли и цедру лимона, и имбирь. Вот эти вкусы так идут к рыбе. Просто прелесть. Ну а то, что сыр украшает рыбу пай, это точно. Спасибо тебе за это новое. На здоровье. Для приготовления рыбы пай с сырной начинкой нам понадобится филе рыбы, сыр, помидоры, панировочные сухари, мука, яйца, корень имбиря, лимон и подсолнечное масло. Филе рыбы кладем в маринад из имбиря, сока и цедры лимона и отставляем в сторону на 5 минут. Затем в рыбе делаем небольшой кармашек и кладем туда кусочек сыра и помидора. Обмакиваем в муке, яйце, панировочных сухарях. Даем рыбе немного подсохнуть в кляре. Потом обжариваем с двух сторон до золотистой корочки в хорошо разогретом растительном масле. Вынимаем и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 5 минут до готовности. Для приготовления сырных палочек мы возьмем муку, яйца, разрыхлитель и паприку. Сыр натереть на мелкой терке. Постепенно добавляем к сыру яйцо, муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Затем из сырного теста формируем палочки, выкладываем на дека и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 5. Для приготовления сырного соуса нам понадобится сыр, сухое белое вино, лук и сливки. В растительном масле обжариваем лук, добавляем чеснок. Затем добавляем сухое белое вино, сыр, натертый на терке, сливки и перец. Все замешиваем до однородной консистенции. Готовую рыбу пай с начинкой из сыра и помидоров подавать вместе с сырными палочками, украсить помидорами и зеленью.